Скажите, пожалуйста, чем вызван постоянный страх набрать вес после похудения? Молитва, служение, посещение храма помогает лишь на время. Ужасное чувство тревоги, почти постоянное. Нужны предварительные вопросы. Кто задал вопрос? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны предварительные вопросы. Дополнительные, уточняющие. Человек стесняется. Хорошо. А где? Где? Здесь, да? Вопрос первый. Вы худели с помощью какого-то метода? То есть на сыроедении полгода. Хорошо. Мы не будем уточняться в подробности, кто там у вас духовный учитель, что он вам сказал. Важно то, что вы постились и таким образом похудели. Теперь вы боитесь набирать вес, да? Ну что, вы поправитесь, вы боитесь. Чем вызван этот страх? Привязанностью к телу. Вы воспринимаете себя как тело, поэтому боитесь. Понимаете, вот девочка 17 лет, классический пример. Она считает, что ее тело – это и есть ее судьба, ее жизнь. Если тело имеет чуть-чуть не такую комплекцию, допустим, нос немножко не такой, как она хотела бы, или губы, значит, все жизнь не удалась. Она воспринимает себя как тело и поэтому думает, что вот все вариантов в жизни нет. У меня была такая ситуация в 15 лет, когда все выросли в школе. Я вырос раньше, в 14 лет уже вырос в свой рост. А все остальные начали расти позже. Я просто раньше созрел. И что произошло в результате? Я был в шоке. Я стоял почти первый в физкультуре, потом предпоследний стал стоять. И я был в шоке. Потому что, ну, значит, все, у меня жизнь не удалась. Я невысокий, значит, все капут в моей жизни, судьбе. Вот. И я начал есть морковь там, пожелтел. Меня потом в больницу желтушную отправили лечить желтуху. Оказалось, три дня я морковь не поел, сам побелел. Отправили домой. И дело, идея в чем заключается, что так бывает у всех в основном юношей и девушек, которые, ну, сражаются, мужчины за мышцы, девушки за талию и за лицо. Но это означает считать себя телом. Мои хорошие, вы по природе душа, понимаете? Вот по вашей природе вы душа. Означает не полная, не худая. Но вы об этом не знаете. В этом проблема. Я сейчас эту проблему как раз объясняю. Понимаете? Есть разные способы себя кем-то считать. Смотрите, одни люди себя считают телом. Они поэтому работают с телом. Кем себя считаем? Те, с кем и работаем. Они работают с телом. Считаются телом. Другие считают себя достижениями. Поэтому они работают с достижениями. То есть, допустим, кто-то должен научиться бегать там далеко. Кто-то должен научиться в прорубь прыгать. Кто-то должен научиться, как бы, достигнуть каких-то результатов в чем-то. Ну, пусть даже в бизнесе. Понимаете? Первая концепция телесная называется Анна Майя. Сознание, все сосредоточено на теле, сознании, души. Поэтому человек работает с телом. Он живет с телом, работает все время. Вторая концепция Прана Майя. Означает, человек работает с движением, с развитием. Он пытается куда-то развиться. Ему все равно, тело вообще его не волнует. Его волнует, что кем он станет в жизни. Какое положение в обществе займет. Или какой рекорд он установит. Или на какую гору залезет. Или сколько домов построит. Это означает развитие. Вторая концепция Прана Майя. Третья концепция Мана Майя. Следующая, более высокая. Более глубокое представление о себе означает считать себя не развитием, не психической энергией. Сколько у меня энергии, сколько силы, такой я и есть. А считать себя умом уже означает. Поэзия, искусство, музыка, творчество, творческие способности. То есть человек творит. Он не просто там, не выше и больше скульптуру хочет сделать, а изящнее. Понимаете? Это разные вещи. Он стихотворение хочет написать глубже. Он хочет музыку сделать, вдохновение. Понимаете? То есть Мана Майя концепция означает, что человек тонкое восприятие себя воспринимает, как тонко воспринимающий ум. И он пытается вот это тонкое восприятие мира, картины мира, воссоздать как бы в жизни. И он стремится к этому. У него такая концепция жизни. Ему все равно худой он или толстый. Все равно, какое положение в обществе он будет занимать. Ему это все равно. Он просто пишет. Унылая пора, отчей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природоувидания. Понимаете? В багреции золото одетые леса. То есть это как можно вообще написать? Это невероятно. Это надо же все это видеть. Понимаете? Следующая концепция называется «Вигьяна Майя». Означает «Я не тело и не достижение, не психическая энергия и не ум. Я разум. Я человек разумный». Ведь говорят, что вот эта концепция четвертая является достойной человеческой формы жизни. Все остальное до этого это детский сад. Вот эта концепция означает «Я хочу понять свою глубокую природу. Я хочу жить по законам Бога. Я хочу научиться жить правильно. Я хочу развиваться. Я хочу многое понять, осознать, что такое хорошо, что такое плохо, где правда, где нет правды, где есть вера, что такое вера и так далее». Да человек интересуется всем этим. Это уже следующая, более высокая концепция жизни. Но этому человеку, допустим, ему все равно худо или толстый. Но если ему концепция-то скажет «Быть худым правильно для того, чтобы развиваться», он будет худым. Он будет худеть для того, чтобы развивать себя как личность. Если ему эта концепция скажет «Надо быть полненьким для того, чтобы развиваться», он будет полненьким. Ему все равно. Он не считает, что вот «Я», вот это вот «Я» поправилось. И страх сразу. Вот какая концепция у человека в жизни, то его пугает. Допустим, он не развивается как личность, у него страх возник. Он достижения не делает, пранамая. У него страх. Достижения нет. Как же я жить буду? Дом не достроил один, который хотел достроить. Или там места не это занял. Все, надо стреляться. Жизни нет. Стихотворение не могу написать. Жизни нет. Следующая концепция. А тут жизни нет, если ты не развиваешься как личность. Худой ты или толстый такому человеку все равно. Мешает отсутствие здоровья для развития? Буду здоровым, значит. Теперь следующая концепция. Самая у вас высокая. Ананда Майя. Означает «Я душа». Это значит, если «Я душа», это значит, «Я должен учиться правильно любить. Я должен понять, кого любить больше всего. Я должен учиться быть чистым, честным, возвышенным, смиренным, добрым, решительным, целеустремленным» и так далее. Это качество души, я перечисляю вам. Это уже не качество ума или разума. Это качество души. Это означает более высокий уровень жизни, вечный. То есть это вечная концепция человеческого существования. Поэтому все зависит от того, на кого работаем. Понимаете? Если работаем на тело, сознание все туда пошло. Человек боится за тело, он ходит все время за тело, трясется. Отсюда здоровый образ жизни означает заработать с телом. Допустим, вы видите рекламу «У нас здоровый образ жизни». Означает так тело делаем, и так тело делаем, и то с телом делаем. Другие говорят «У нас здоровый образ жизни». Уже означает, что мы чего-то достигаем в жизни, стремимся к чему-то. Третьи говорят «У нас здоровый образ жизни». Означает, мы изучаем эстетику, нравственность, поэзию и так далее. Четвертые говорят «У нас здоровый образ жизни». Означает, надо учиться верить в Бога. Иначе не будет здоровый образ жизни. Понимаете, одна и та же фраза может быть восприниматься по-разному В зависимости от того, куда идет сознание человека Вот в этом заключается смысл Я об этом вот девушке сказал Сознание идет в тело, страх от тела возникает Сознание идет в другое, во что-то, страх от этого будет возникать Поэтому ничего страшного, надо менять свою цель в жизни Цели в жизни надо менять, менять сознание Сыроедение это и есть концепция тела как раз Мы работаем с телом, едим сырое Это наша вера, они говорят, это наша вера Мы едим сырое, это значит, что мы правильно живем Все остальные едят не сырое, они неправильно живут Ну хорошо, корова тоже ест сырое Это ее вера, она вареное не ест Что теперь, она правильная, все остальные неправильные что ли? Антилопа гну постоянно бежит Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Это ее вера Но это животный уровень существования, понимаете? Животный уровень Человек достоин выше чего-то Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok